Стоять, не двигаться, Олечка, я до тебя не успею доехать, вот, поэтому решила выйти в прямой эфир. Всем привет, всем хорошего воскресенья, пиу-пиу, так, народ собирается, у меня вопрос остается открытым, куда все-таки поехать, вариантов много, и Оль, скажи, что это за, ты написала, чтобы оно такое, в Пирогово ехать не хочется, если честно, куда мне еще писали? Я поняла, будем планировать на неделе, да, уже, уже потом, так, чтобы нормально посидеть, пообщаться, покушать, может, даже вечером куда-то выйдем под шампусик, потравим друг друга. Феофания еще есть, вот, девочки мне писали про Феофанию, вот, но, опять же, я в футболке и сверху куртка. Холодно, если не на солнышке, то есть, я не хочу замерзнуть, соответственно, это надо где-то, чтобы солнце все время светило. Поэтому хочется, вроде бы, в парк, я вот думала по поводу Межигорье, но, блин, там столько людей сейчас будет, капец. Тем более, хотели взять велики, покататься на великах, но если на великах кататься, опять же, ветер будет обдувать, будет холодно. Короче, не по погоде оделась. Вот, а возвращаться домой, это фиг знает куда, чтобы брать свитер. Или заезжать, покупать свитер. Пуще водится ресторан. Да, я прочла, я зашла сейчас на сайт, посмотрела, ну, обычный парк, ну, я там не была, не знаю, обычный парк, как-то так не впечатлило особо. А в ресторан, это уже ближе к обеду, наверное, потому что мы позавтракали, не знаю. Знаете как, хочется куда-то, но куда-то не хочется, то есть непонятно, куда хочется. Все, привет, солнышко. Ну, как вариант, да. Бэй. Бэй, ветер. Ах. Кто с кофе? Набережная Болонь. Мы уже там гуляли миллион раз, уже надоело. Я думаю, может быть, поехать на речной вокзал. По Подолу погулять. Капец, Киев. Масса мест, где можно гулять, масса просто. Люди специально приезжают в Киев, чтобы походить под достопримечательствами. Живешь в Киеве. Такой, да я не знаю, куда ехать. А знаете от чего? Это как гардероб. Открываешь, вещей миллион, одеть нечего. Так и тут. Миллион мест, куда можно поехать. Ехать некуда. Ирпень, там красота нереальная. В гости зовешь. В Ирпене была, да. Там реально и парки красивые. Молодцы, хорошо сделали. Если честно, хочется так чуть-чуть пройтись, потом сесть на какой-нибудь лежачокчик, вот, и пить какой-нибудь вкусный коктейльчик, и греться на солнышке. Вот так хочется. Ничего, что я тут живу, вам наука. Я просто с наушником. Вернулась, Ева как раз пела. Певица маленькая. Здравствуйте, хорошего вам дня. Спасибо большое, вам тоже хорошего дня. Как, Ника? Ника, хорошо? Говорю, Ник, типа, давай погуляем. Он говорит, у меня есть книги, мне надо их почитать. И мне еще уроки надо сделать. В общем, такая, из дома не выгонишь. О, на набережной в Ирпене даже лежак есть. А что, в Ирпене есть набережная? Удивили. Не знала. Замануха, замануха такая. Как бороться с эмоциальным выгоранием? Ну, мне помогает, лично мне, мне помогает уединение. То есть, как бы я наполняюсь хорошими фильмами, книгами, хорошими эмоциями и отсутствием вокруг людей, чтобы я не сорвалась, например, да? И, как бы, не продолжали, не забирали у меня, как бы, мою оставшуюся энергию. Ну, вот. А не махнуть в Египет? Там лежачок и коктейльчик, и далеко ходить не надо. Ага. На один день, да? И завтра же уже рабочий день, ребят. Входной день. Блин, как его провести? И прокат великов. Мы хотели на великах покататься изначально в Межигорье. Но, опять же, меня останавливает факт, что я в футболке, и я замерзну. Посмотрите на YouTube-канал. Есть контакты, сон, разум. Это что-то. Могу посоветовать мега вкусный грузинский ресторан. Мы ходим в этот, в Тбилисо. А ты про какой говоришь? Давай советую. Я люблю грузинский ресторан. Доброго дня. Привет. Было бы такое, так, было ли такое, что в декрете вам все надоело? Муж бесит, и это день сюрка, это ухажение. Конечно. Мне кажется, такое есть у каждой мамы, и это нормально, потому что это день сюрка. И это вот как раз эмоциональное выгорание. Потому что, во-первых, это усталость говорит о многом. Когда женщина устает, знаете как, она не рада. И мир вокруг тоже как бы прячется, потому что женщина становится злой. А чтобы женщина не была злая, ее надо любить и давать ей иногда поспать. Вот если мужья это понимают, то тогда ок. Потому что, знаете, как обычно, женщина родила, ну как бы все, твоя обязанность, давай воспитывай. Ну как бы она же тоже не робот. Поэтому не переживай, это все ок, а то, что муж бесит, это тоже нормально. Это пройдет. Просто дай себе возможность отдохнуть, серьезно. И не просто один раз, а возьми за привычку построить свой график так, чтобы у тебя не было вот этого состояния. То есть пусть будет лучше немытая посуда, но ты выспишься, например, да, вместе с ребенком. Анечка, где ты покупаешь серьги такие красивые все? Я обычно беру их за границей. Иногда беру у нас, но у нас не всегда есть то, что мне нравится. Вот, например, да, я в кроссовках, но видите, я в каких сережках. То есть есть серьги, которые подходят под многие образы, и я стараюсь такие брать. Это вообще H&M. Вот. Я в Праге набрала очень много сережек. Ну, знаете, как, где вижу сережки и смотрю. То есть как бы я отношусь очень спокойно к бижутерии. То есть это бижутерия, и нормально. Едьте в Бычанский парк, там тоже мега красивое озеро, лодки, ресторан, там посоветуют. Ну, как вариант, да, спасибо. Короче, если бы я не отравилась, провела бы экскурсию. Ну, поздоравливай. Ай, здравствуйте. Вы так прекрасно. Прекрасно, наверное. Спасибо. Были ли в вашей жизни мужчины нытики? Ну, во-первых, каждый мужчина отчасти бывает нытиком. Ну, прям, чтобы прям нытик-нытик, нет. Потому что, когда ты начинаешь общаться, ты как бы, ну, понимаешь, нытик он или не нытик. А мы каждый человек бывает нытиком, и хочется, чтобы нас пожалели, там, ну, и так далее. Нет, не было, слава богу. Нет. Мужчина должен быть мужчина. Это мужчина. То есть он может поныть, но это, опять же, это не проявление слабости, это доверие. Ну, как к этому относиться просто. Где я сейчас? Там, где я сейчас, парка нет. Ника мне пишет в Вайбере, куда мне поехать лучше всего. И причем предлагаю такие места, которые вообще мне не по приколу. Аль, здравствуйте, вы прекрасно выглядите. Пересматривала ваши видео. Учусь у вас. Вы такая сильная и слабая одновременно. Класс. Как вы настраиваетесь на день? Всегда практикуете медитации? Медитации. Нет. Не всегда. Бывает. Не получается. Особенно если пропускаешь. А по поводу, как настраиваюсь на день? Никак. Я утром просыпаюсь и рада, что я проснулась. Потому что это очень круто проснуться. Мы воспринимаем это как должное, но на самом деле надо благодарить Бога каждое утро, что вы открыли глаза, что вы здоровы, все ваши близкие здоровы, и день уже прекрасен. Если с такими мыслями жить, то жизнь будет прекрасна, правда. Привет. Не хотела бы сделать видео о разборе своего гардероба. В принципе, можно, но опять же, надо понять концепцию разбора гардероба. Я уже все перебрала. То, что не надо, ну как бы, избавилась. Можно, в принципе, показать, что есть в гардеробе. Но, опять же, с чем совмещаю. Но это тоже миллион вариантов. Не знаю, надо подумать. В принципе, тема гардероба, тема шоппинга мне очень интересна. Я обожаю такие вещи, поэтому с удовольствием. Нравятся ли вам шубы из соболя? У меня нет шубы из соболя. Ну, как сказать, нравится. На некоторых нравится, на некоторых нет. Потому что, когда я помню, у знакомой, знакомая-знакомая говорила по поводу шубы соболя. Внешний вид был, я не поняла, что это соболь. Ну, выглядела не очень. То есть, если это дорогой и классный мех, но он должен выглядеть дорого и классно. Мне визуально норка больше нравится, чем соболь. Но, опять же, потому что, может, у меня нет соболя? Если бы у меня был соболь, может, я по-другому поговорю? Не знаю. Хотим видео с татушками. Будет. Верите ли вы в силу мыслей закон притяжения? Да. Анте очень любит эта стрижка. Спасибо. Вчера ходила. Очень понравился фильм. Малая. Ой, я не знала, что это за... Не знаю, что это за фильм. Вообще, кстати, последний раз я в кино была очень давно. Ну, как давно? Вот сейчас недавно на Джокере. А до этого давно, потому что было много работы, и я даже не ходила на предпоказы. Как избавляешься от ненужных вещей? Ну, вещи, они загромождают пространство внутреннее, энергетическое. Поэтому время от времени в любом случае дом надо очистить от ненужных вещей. Если вы вещи не пользовались уже на протяжении года, одни надо избавляться. А что касается статуэточек, всяких там рамочек с фотографиями, я этого не понимаю. У меня есть какие-то там моменты, да, но там свечи, да, но я ими пользуюсь. То есть я стараюсь визуально на столе иметь только то, чем я пользуюсь. То, что просто, ну, стоит, я считаю, это все не нужно. Если у вас кумир или кто-то является эталоном красоты и знаменитостей, кумира нету, а у меня есть хороший пример. Моника Белуччи, например, да. Кэтрин... Ну, вы знаете, вот те женщины того времени для меня эталоны, потому что идут года... Так, мне телефон по-моему греется. Идут года, а они как будто бы не стареют. А те, которые стареют, они стареют очень красиво, очень элегантно, ну, потрясающе. В какой сфере работает М? Вы знаете, у меня как-то так получается, что в моей жизни мужчины, которые занимаются всем на свете. Ну, то есть я не могу сказать, что прям чем-то одним. Всем по чуть-чуть. Я вас очень люблю и уважаю. Спасибо большое. Это безумно приятно. Я как бы рада, потому что это все взаимно. Я очень люблю своих подписчиков. Ань, вы работаете с чакрами? Да, не так часто, как раньше, потому что все-таки быт, работа, какие-то домашние дела, они жирают время и как бы быт поглощает. Но одно время, да, но опять, сама не часто, большая часть это было на практиках с мастером. Ань, как-то перегрузилось. Внутреннее состояние изменилось, мне кажется, был момент, когда запутывалось. А, Ань, ты как-то перегрузилась? Да, конечно, естественно, каждый человек, он приходит к каким-то, знаете, как ступенькам. И для того, чтобы подняться на следующую ступеньку, подрасти для себя там в голове, морально, физически, там, неважно, эмоционально, надо сделать определенное усилие. И вот если это усилие не сделать, то получится, что человек, он топчется на месте. Он вроде бы понимает, что надо что-то делать, но он не может ничего сделать, потому что не может выйти из зоны комфорта, чтобы преодолеть, вот как бы подняться на ступенечку выше. У меня был такой момент, я это сделала, и я поняла, что надо делать. То есть иногда надо выходить из зоны комфорта и делать то, что вы боитесь. Вот страх, если вы, как бы, вы боитесь чего-то, значит, это правильное решение. Это я убедилась, это 100%. Привет, какие ощущения от фильма Джокер? Мне стало грустно, как большинство людей уже становятся роботами из-за живых эмоций, например. Смотрите, фильм двоякий. Я ходила не сама, вот, можно сказать, с компанией, да? Не всем понравилось, большинство не понравилось, и посчитали, что это пустая отрата времени. Мне фильм понравился, и причем я это еще понимаю после, у меня остается после вкуса, и если я на следующий день еще вспоминаю этот фильм, значит, вообще класс. Я вспоминала этот фильм и на следующий день, и на следующий день. То есть фильм очень глубокий, он депрессивный, да. Да, после него такое, как бы, ощущение, ну, не совсем вкусного, да, послевкусия. Даже бы сказала не то, что невкусного, а вообще как-то так даже слегка гадкого. Но он поучительный в какой-то мере. Единственный момент, который мне не понравился в конце, это то, что, ну, знаете, как будто бы... Как так сказать? Вот эта ситуация с разгромом, не хочу просто спойлер делать, кто не видел. Это говорит о том, что, типа, что, ну, как бы, в фильме показали, что это вроде как хорошо. И люди с чуть-чуть неправильным пониманием могут воспринять это как, окей, значит, так можно делать, значит, это хорошо. На самом деле посыл, как бы, вообще фильма был другой. И наше общество, оно, как бы, виновата во многих вещах. То есть нам даже надо быть добрее друг к другу. И это общество его вынудило к тому, что произошло. Именно общество. Как бы наша система, наши люди. Надо быть добрее друг к другу. Актёр офигенно сыграл. Вообще весь фильм, ну, как бы, вытянул он. Потому что, мне кажется, если бы это был другой какой-то актёр, то, ну, такого бы не было, наверное. Так сыграть? Так сыграть, это... Я сейчас говорю, у меня мурашки по коже. Крутой. Крутой фильм. Прям реально очень крутой. Какую марку косметики любите больше всего для тела? У меня нету определённой марки косметики, которую я прям очень сильно люблю. Объясню, почему. Из всех, ну, как бы, уходов я люблю кокосовое масло. У меня есть одно кокосовое масло. Я вам покажу на днях в сторисе, может, поздно даже сделаю. Потому что оно и для лица, и для тела, и для волос, оно универсальное. Оно натуральное, но там всё-таки есть консерванты. Ну, я имею в виду, даже не консервант, а там есть ароматизатор. То есть его нельзя использовать в приготовлении пищи. Вот. Я люблю как бы масла. И масла, вот я была на Шри-Ланке, то есть это какие-то обычное масло, без какой-то либо фирмы, да. Но оно было там потрясающе. Поэтому не могу сказать, что прям какая-то марка самая любимая. Я люблю миксу. Там у них есть такой бальзам пол-литра для тела. Он вообще считается как бы для всей семьи, но он идёт и как для детей. Он потрясающий. Он так смягчает кожу просто. Ну, то есть в каждой марке можно найти что-то классное для тела. То есть у меня нету там прям что-то очень сильно любимого. И вот только это я пока рекомендую. Ну, как, может быть, когда что-то начинаешь, ну, как бы чем-то пользоваться, кажется, что вот это самое оно. Но потом кожа привыкает, хочется уже что-то сменить, что-то попробовать другое. Дай совет гармоничных отношений с девочкой и подростком, чтобы потом делилась. То есть изначально надо, ну, во-первых, доверие. У меня во всех отношениях с детьми, например, да, там, как бы с мужчиной, с родителями. Это доверие. И доверие очень легко как бы надломать. Поэтому тут надо поаккуратнее. Упрёки. Вот очень важно, когда вам ребёнок открылся, а потом вы этим его попрекнули. Это потом идёт закрытие. Вот, например, там поделилась дочка чем-то, а вы потом взяли и, как бы, можно сказать, окунули её в это. И она, ну, я же как бы с тобой поделилась, а ты вот так вот. И всё. То есть, ну, вот эту грань, это интуитивно надо чувствовать, чтобы это было и дружеские отношения, но при этом был авторитет, потому что вы мама. Какая косметика, на ваш взгляд, лучше, Dior или Mac? У меня нет ни Dior, ни Mac. Mac я не очень люблю. Почему? Потому что это профессиональная косметика, которая используется в основном для показов, вообще изначально для показов. И она, как вам правильно сказать, она не для ежедневного использования. Ну, она тяжёлая для меня. Поэтому я от него, как бы, от Mac отказалась. То есть, какие-то там помадки, какие-то, например, да, продукты там могут быть, естественно, там, гель для бровей. Но именно иметь всю косметику Mac я бы, например, не хотела. У меня много очень... Ну, я люблю экспериментировать, пробовать. И, опять же, я не готова тратить деньги. Я готова тратить деньги на уход. То есть, это на крема, на какие-нибудь процедуры для лица. Там, я не знаю, оздоровление поехать отдохнуть. То есть, тело оздоровить. А не на косметику. То есть, косметика не должна быть дешёвой, она не должна быть сильно дорогой. Ну, если вы можете позволить себе иметь всю косметику дорогую, ради бога. Ну, я имею в виду, что, как бы, я ставлю всегда приоритеты. Или, например, да, там я куплю какую-то маску, или пойду к косметологу сделаю маску. Или я куплю какую-то там, я не знаю, дорогущую палетку. То я лучше пойду к косметологу, чем куплю дорогущую палетку. У масс-маркета есть замечательные, крутые палетки. Там, теней и так далее. Подскажите, пожалуйста, крем вокруг глаз после 30. Вы всегда прекрасно выглядите. Я вам открою такой секрет. Крем вокруг глаз, это, как бы, фишка маркетингов. Маркетинг вообще хорошо работает. На самом деле, я тоже пользуюсь кремами вокруг глаз, естественно. Но могу сказать, что если у вас нету крема вокруг глаз, то можете использовать сыворотку специальную. Тоже могу вам дома показать. Я использую Жендестре. Сейчас у меня крем под глаза, у меня есть Лореаль. Но он мне сейчас не очень сильно, как, как, не то, чтобы он мне не подходит. Он мне подходит. Но больше и лучше я ощущаю комфорт, когда я пользуюсь кремом под глаза. У меня, кстати, в Инстаграме есть посты. Ля Рош-Позе. Там из трех продуктов целый комплекс ухода. И вот он мне очень сильно подошел. У меня уже все позаканчивалось, кроме крема под глаза. И вот прям на ура он у меня даже сейчас идет. Ну, потому что еще такая погода. Вот. И я люблю Жендестре. Вот крема под глаза Жендестре. Я тоже в своих постах везде об этом говорила. У меня в магазине, как у меня, тоже, в принципе, можно найти этот, ну, как бы вообще уход. Жендестре, я с 20 лет на нем. Ну, я, ну, я люблю очень эту косметику. Это проверенная французская косметика. Анечка, привет, ты шикарно выглядишь. Хорошего тебе дня. Любишь убираться дома, получаешь от этого кайф. Нет. Я не люблю убирать дома. Я не получаю от этого кайф. Потому что если я начинаю убирать, то меня очень сложно остановить. Прям очень сложно остановить. Я начинаю каждую фигнюшечку выгребать. И это не есть хорошо, потому что... Потому что я не могу остановиться. Не люблю убирать дома. Нет. Я могу готовить. Могу делать все, что угодно, но убирать как-то не очень. Ань, подскажи, как в женские дни быть спокойной, быть в гармонии с собой? Это гормоны ваши дают такое. Поэтому тут, мне кажется, очень сложно с ними справиться. Ну, просто понимать и принимать это. Предупреждать своих близких. Говорить о том, что так, у меня женские дни, я могу быть крокодилом. Поэтому любите меня и в таком состоянии. Поэтому, если близкие адекватные и нормальные, они как бы еще и пошутят и скажут так, маму не трогать, она у нас там пару дней будет крокодилом. Ну, образно говоря, да. Так что, если вы открываете как крокодил ротик, то пусть они будут к этому готовы, потому что вы заранее предупредили. И они должны понимать, что это как бы не от вас зависит. Это физическое, это гормональное. То есть, это гормоны шалят, и вы можете плакать, вы можете ругаться, вы можете кушать. То есть, как бы, пусть вас любят и такой. Идеальная женщина. Да, вы что? Может быть, на идеальной женщине и закончим. Потому что вопросов больше нет. Как вы относитесь к мужчинам, которые профессионально танцуют? К примеру, хореографы. Считаете ли вы, что многие творческие мужчины очень женственны в своем поведении? Нет, я так не считаю. Просто, знаете, как каждая женщина выбирает для себя свой тип мужчины. В моей жизни никогда не было творческих людей настолько, да, чтобы это были хореографы или там художники, которые бы только занимались только этим. Хотя, кстати, у меня есть пример. Когда-то встречалась с молодым человеком. Он не работал тогда. То есть, у него хобби просто было. Сейчас он занимается этим. То есть, человек стал художником. Ну, потому что хорошо рисует. Но ничего женственного в таком понимании, знаете, как там беретик на голове, шарфиком обязан, такого нет. Не всегда мужчина, который занимается в работе, да, творческая какая-то там профессия, что он женоподобный, нет. Есть мужчины, которые клерки в банках сидят и, может быть, даже топ-менеджеры. И они очень такие прям, ну, знаете, такие как очень ранимые, такие женственные. Это все индивидуально, правда. Но, скажу честно, иметь отношение с мужчиной, с творческой профессией, там, танцора или, я не знаю, какого-нибудь шкульптора, то я бы, наверное, не хотела. Объясню, почему. У них другой склад ума, они летающие в облаках. А для меня мужчина это стержень, это опора. То есть это я могу улететь в облака, и он как бы меня ловит, и типа, а ну иди сюда, например, да. Но я бы не хотела так. То есть я бы не хотела вылавливать его и говорить, эй, мы здесь, мы как бы на земле, да. То есть как бы приземлять его. Но, опять же, это все зависит от разных людей, кому-то, наоборот, это нравится. То есть это все индивидуально. Почему сейчас так называемых мужчин хотят интимный массаж? Чего? Почему сейчас так называемых мужчин хотят интимный массаж от мужчин? Я вообще первый раз такое слышу. Чтобы мужчина хотел интимный массаж от мужчины, но это называется геи. Не знаю. Это как бы... Не понимаю. Ань, как ты распределяешь бюджет на уход за собой? Мама у вас очень ухоженная. Мама у меня молодец. Я думаю, что генетика она как бы все-таки дает свое. Но у меня мама больше ухаживает народными средствами за собой. Как я выделяю бюджет? У меня есть ежемесячные затраты, которые я могу потратить на себя. Не то, что могу. Я трачу, потому что это ногти, это маникюры, педикюры, да. Это там лазер или это восковая депиляция. Ну, как бы это то, что я обязательно потрачу каждый месяц. А есть, когда я понимаю, что мне надо, сейчас по необходимости я как бы выделяю. Так как мой бюджет это мой бюджет. То есть я зарабатываю, я и трачу. Соответственно, как бы... Ну, у меня есть просто затраты семейные. Там интернет, мегаго, школа, ну, как бы там... И так далее. Там детский садик, продукты, там за свет заплатить. То есть я знаю, что это такая-то сумма. Все остальное это уже как бы расходы. Они могут быть разные. Почему? Почему мужчина не делает подарки? Ну, во-первых, потому что мужчины все разные. И кому-то надо больше времени на это. Кому-то вообще они не делают подарки, потому что не считают, что это важно и это надо. У кого-то язык любви не подарки, например, а там, не знаю, прикосновения, внимание, да. Но, опять же, какие подарки вы имеете в виду? Машина-квартира или драгоценности, или цветы, или поход в заведение и там, ну, то есть, как бы, я не знаю, бутылка вина вам домой. Ну, то есть, что для вас подарок? Вы просто скажите, тогда будет четче понимать. Потому что для кого-то букет цветов, это просто знак внимания, это не подарок. А для кого-то, для какого-то мужчины, это подарок. Ну, то есть, как бы, опять же, это все индивидуально. Но когда мужчина не делает подарки, это... Не знаю. Ну, тут тоже, смотря, сколько вы общаетесь, сколько вы встречаетесь, какое у него отношение к вам. Ну, как-то так. Как понять, что у парня к тебе чувства? Мне кажется, это не сложно понять, потому что это чувствуется по отношению к вам. Смотрите, очень легко понять, есть чувства или нет. Если вы приболели, или, ну, какой-то такой момент, когда ему надо к вам приехать. И если он приезжает, значит, у него к вам чувства есть. Если находится куча отмазок, то чувств нет. Это, знаете, где-то была такая картинка. Я не помню, сейчас где-то найду, я выложу в сториз. Я сломал ногу, у меня там катастрофа на работе, там я не ел. Ну, короче, что-то типа такого. Но я обязательно заскочу сегодня к тебе на 15 минут, просто чтобы тебя поцеловать. Это чувство есть. А когда, ой, там тучка на небе, и вообще на улице холодно, и вообще, наверное, я сегодня заболел, приеду завтра, то чувств нет. Ну, это же понятно, как бы, ну, это ощущается. Мужчина может не говорить, но по его поступкам и по его поведению это видно. Что подарить парню на день рождения? Ему исполняется 24. Ну, во-первых, это все зависит от его увлечений. Я за то, чтобы дарить эмоции. То есть, как бы материальные какие-то там подарки он может купить и сам. Ну, это мужчина, да, но подарить эмоцию, желательную эмоцию или какую-то такую вещь, которую он действительно будет пользоваться, которая ему нужна. Если вы общаетесь, то можно просто, как бы, вы должны улавливать, да, какой-то, например, нюанс, да, что там чего-то он хотел или что-то ему очень нравится. Я считаю, что вот бестолковые подарки лучше не дарить, лучше, я не знаю, какой-нибудь сертификат на полет, я не знаю, прыгать с парашюта, какой-то тот же картинг, я не знаю, полет в аэротрубе и тому подобное. То есть, это эмоция, которую он запомнит. Особенно, если это для него первый раз, это вообще круто. Это более 24 года, они еще мальчишки в этом возрасте. Анечка, скажи, пожалуйста, какая марка духов у вас самая любимая? Многие мои подруги пользуются мужскими духами, пользуются ли вы когда-нибудь мужскими духами? Смотрите, по поводу мужских духов. Я пользуюсь унисекс. Это и для мужчин, и для женщин. Я пользуюсь нишей, в основном я люблю нишу. Вы, в принципе, по сторисам и по моим постам видите, что я фанат магазина Жан. Такой, знаете, прям фанат-фанат. И вот последний мой подарок, это Александрия II. Вторая, это ароматы для мужчин и для женщин, поэтому, как бы, да, я тоже склоняюсь к унисексу. Я люблю такие ароматы более, знаете, как глубокие, такие насыщенные, особенно в холодное время года. То есть, такие, может быть, даже с ноткой где-то табака. Вот, а вот когда весна-лето, мне нравятся цветочные. Тогда уже я перехожу на женские. Сказать по поводу любимой марки, у меня их много разных любимых. Вот, поэтому тоже не могу сказать. Зайдите в магазин, Жан. Вы влюбитесь во многие парфюмы просто. Ой, ой, что-то я тут нора была. Когда вообще ничего не дарят, ни цветов, ни конфет, об украшениях молчу. А сколько вы вместе? Есть тот момент, когда вы можете, ну, как бы, обязательно без претензий. Ну, как бы, вообще претензия к друг другу, это разрушает отношения. Может быть, это в шутку, может быть, просто сказать, ну, любя и ласково о том, что, а я бы хотела, там, букет ромашек. Вот, мне так хочется букет ромашек. Нормальный мужчина, он это поймет. Но, опять же, есть мужчины, которые, знаете, как, если им сказал, они это не сделают, вот, хоть тебе не сделают назло. И не потому, что он плохой, а потому, что, ну, склад характера такой. Я такая, например. Вот, если мне мама сказала, там, ой, я бы хотела, вот, мой телефон, например, там, ломается. Ну, как бы, вот, мне там плохо слышно. Все, я услышала. Мне говорить больше не надо. Я подберу время к празднику, не к празднику, как бы, подстрою свои планы и подарю ей телефон. Но если она будет мне говорить об этом еще раз, еще раз, еще раз, поверьте, я не захочу этого делать. Я назло просто. Вы знаете, вот это внутреннее. Поэтому мне достаточно один раз просто сказать, я промолчу, я не скажу, что я услышала. Но я сделаю так, как, как бы, хочется. Поэтому женщине достаточно просто сказать о том, что я так хочу букет ромашек. Или я там видела букет ромашек, вот так хотелось бы мне. И все, как бы, и ждите. Ну, как бы, только без претензий. Любя и ласково. Вместе 4 года. А, ну, ребят, тут чуть-чуть уже другая ситуация. Тут уже, ну, во-первых, как бы, неважно, кстати, сколько вы вместе, да, то есть в любом случае претензий никогда в отношениях не должно быть. Ну, тут уже, когда отношения, там, 4 года, 5 и больше, и даже 2, и год, всегда можно сказать о том, что, ты знаешь, я бы хотела, чтобы ты мне подарил, вот, именно от тебя. То есть я могу купить это сама, но мне приятнее было бы, если бы это сделал ты. Ну, опять же, в мягкой форме. И у него просто язык любви, вот если, не знаю, будет он читать, не будет. Гарри Чемпин. 5 языков любви. Вот один из языков любви это подарки. Многие говорят на этом языке, а какой язык у него? Там есть еще забота, внимание, прикосновение, ну, то есть, как бы, поощрение. Есть, когда говорят на словах поощрение, то есть, надо, чтобы хвалили. Но не просто хвалили ни за что, а по делу. Просто вы, ну, вот мы часто как, знаете, как мужчина что-то сделал, даже, там, приготовил завтрак, да, ну, можно сказать, там, ну, спасибо, было вкусно. Но этого мало для таких людей. Если у них язык любви поощрения, то надо углубиться в рассказ о том, какой был вкусный завтрак, понимаете. Ну, каждому же приятно слышать, ну, какие-то такие вещи. Поэтому это психология. Привет, Ань, как ты справляешься с тебя детьми? Плюс ухаживаешь за собой, как успевала. Я, сейчас, конечно, дети уже взрослые, Дема сидит, играется, Ника вообще уже взрослая. А раньше, я помню, это было, это был цирк. Я, кстати, это снимала всё тоже так же в тогда YouTube. Не было тогда ещё инстаграмовских сторисов. Я сажала Демида в ванну, сыпала ему туда такие вещи, не игрушки, а то, что он не видел. То есть, это бегудит, ну, такой не опасный, чтобы он мог как бы играться. И в то время, пока он всё это рассматривался, сидел в ванне в безопасности, то есть, в ванну я сажала его ещё в ванну. Ну, то есть, как бы ванна в ванне, чтобы вообще совсем безопасно было. В одежде, то есть, не с водой, ну, просто впустую. Вот, сыпала туда ему вот всё такое вот, ну, знаете, как интересное. Или, например, давала ему кастрюли, то есть, кастрюли, крышки, крупу. Я понимала, что потом будет кипиш, зато я приводилась в порядок, делала маски и тому подобное. То есть, находила вот этот вот, как бы, баланс. Занимала ребёнка и в это время занималась собой. И опять же, я помню, что, ну, я старалась спать, когда я начала понимать, что так я становлюсь злой. У меня дома всё было чисто, всё хорошо наготовлено, ребёнок сытый, а я просто мегера. Зачем? Поэтому, как бы, я могла бросить нафиг посуду, вот. Но я с малым могла поспать. При этом я была добрая, и потом, когда приходил муж с работы, я вручала ему ребёнка, он игрался, и я мыла посуду. То есть, и все довольные счастливы. Так, какая красивая сегодня, спасибо! Любимый бренд одежды. Опять же, прям из, ну, вот сейчас я в кабанчиком, в одежде кабанчиком. Я очень люблю эту одежду, это мой стиль, он мне нравится, такой спортивный кэжул. Также я люблю классику, я люблю зару. Ну, мне всё нравится по чуть-чуть. У меня нету прям любимого бренда одежды. Ну, как бы, ну, я не вижу в этом даже смысла, ну, честно. Я люблю вообще вещи шить. Ну, не сама где-то что-то увидела, говорю, я хочу вот так. Анечка, где вы делали стрижку, вам очень делать. Я делаю, ну, меня мама постригла, а потом мама уехала, и я начала стричься в салоне Жако у мастера Анечки. Анечка, прошу тебя сохраняю эфир, заранее спасибо. Хорошо, привет, привет, привет. Как признаться парню в чувствах? Вообще считается, что мужчина должен сделать это первый, если он признаётся в чувствах, и вы чувствуете взаимность, вы говорите, что да, я, как бы, что это взаимно. Вот, считается, что, считается, что первое это делать нежелательно, но как это сделать? Не знаю, наверное, должен быть какой-то определённый момент, чтобы это было вовремя, и, ну, как-то так. Я не могу вам этого сказать, вы же должны это чувствовать, это же, это же девчачье. Девочки же всё всегда такое чувствуют. Спасибо за совет. Как вы думаете, патчи под глаза помогают? И ещё как помогают, прям во как помогают, серьёзно. А если нет патчей, возьмите просто обычный лёд, лучше заморозить лёд сразу с ромашкой, то есть ромашку заморозить. И утром вы проснулись, и пройтись под глазками вообще по всему лицу с ромашечкой, или просто с лёдиком. Отёчность снимает, освежает, тонизирует. Ну, вообще, это самый дешёвый способ привести себя в порядок. Вот. Спасибо. У меня телефон нагревается. И я, по факту, уже скоро должна ехать. Пожалуйста, пару вопросов, и закругляемся, окей? Всё, вопросов нет? Могу ехать? Всё, вопросов нет. Ребят, а какой сюрприз можно парню устроить, чтобы понравилось ему? Опять же, ребят, это всё индивидуально, но как так можно сказать? Это надо понимать, сколько человеку лет, чем он занимается, что ему нравится. Ну, блин, мышцы разные. Поэтому, во-первых, понравиться ему, это уже неправильная, не знаю, мысль. Вот это просто даже неправильная мысль. Вы должны нравиться себе, а если вы будете нравиться себе, вы будете нравиться человеку. Будьте собой, если вы нравитесь ему, значит, это хорошо. Но не надо ничего делать, никаких сюрпризов для того, чтобы понравиться. Если у вас уже отношения, то можно что-то сделать, типа, какого-то сюрприза для того, чтобы ему было приятно, а не для того, чтобы ему понравиться. То есть, ну, или вы неправильно построили предложение, или у вас неправильные мысли, потому что если такая мысль, то, ну, хороших отношений не будет. Ну, это мое такое мнение, не хочу, как бы, убежать. Приезжайте в Германию, в Берлин. О, хотелось бы. А нет, по совету фильм. На какой романтичный? Я, по вашему совету, купила кабанчика. Не на радость. О, я рада. Да, кстати, я замужем, вот, подруга, но никак не может найти жениха, где знакомится девочка. Смотрела во все тяжкие. Да, смотрела во все тяжкие, мне очень понравилось. По поводу, где знакомиться. Знакомиться можно везде. Вон, сегодня зашла за кофе, познакомилась. Ну, я не познакомилась, но я имею в виду знакомились, да. Вот. Да где угодно. Единственное, что есть места, когда в основном туда ходят уже с парами, да. Это те же театры, кто туда тоже ходит с парами. Вот. Где еще можно познакомиться? На сайте знакомства. А... То, на сайте. В общем, мы с вами все о PAах.